Иммунитет, он такая наука, такое понимание, которое динамически развивалось с развитием биологии, иммунологии, онкологии. Все время это понятие обогащалось, и он от того ранешнего представления, что это система защиты от микробов и вирусов, превратилась совсем в другое, как сейчас этот иммунитет представляется. Там трансплантология, там отторжение от чужого. Вы имеете в виду, изменилось в понимании? В понимании его функции, что их открыли больше, что он способен делать, чем это было раньше. Так вот, иммунитет бывает врожденный. То есть рождается ребенок, теленок, козленок, человеческий плод. И эволюционно он уже не болеет теми вирусами, которыми, или микробами, которыми болели его предки, потом, эти самые, предшественники. Он генетически защищен. То есть он выходит в мир, и он же чем-то вооружен. Это врожденный иммунитет. Вторым иммунитетом ветви иммунитета является адаптивный иммунитет. Укусила пчела, выработали свои антитела, иммунная система накопила знания. Укусила змея, накопила знания. Занозы загнал, инфекции накопили знания. И вот этот вот врожденный иммунитет остается всю жизнь постоянным. То, что нам с геномом, что нам природа дала, история нашего развития. И адаптивный, который все время наращивается в возможности. Но никто не говорит о материнском иммунитете. Мать, имея вот этот адаптивный иммунитет, она сталкивается с такими вещами, которыми, допустим, вчера не было. Укусила ли ее пчела, змея, там, я не знаю, съела она какой-то там токсичный продукт. Иммунная система с этим работает, и эти антитела появляются у нее в крови. Эти антитела персистируют, обращаются. Если мать это забеременела, то эти антитела через плаценту идут в ребенка и формируют его иммунную систему уже устойчиво к тому, к чему устойчива мать. То есть она что еще обладает тогда попечительским свойством? Да. Взародышем. Да. Это попечительское свойство начинается с облаготворенной яйцеклетки, потому что это все находится в межклеточной жизни. Это же программные заклады, вы имеющие тогда уже. Да. Это, вот эта межтканевая жидкость содержит и антитела, и комплименты, и гормоны, и там черти-чо, и все это. Лишь бы яйцеклетка развивалась, там получилась плацента, через плаценту идут антитела, формируют иммунную систему плода, перекачивается информация из матери туда, чтобы ребенок был готов к существованию во внешней среде. О том, что иммунная система матери все время такая, она лобильная, она все время адаптируется к окружающей среде, может служить такой факт, что у многих людей появляется аллергия на продукты питания, на какие-то там апельсины, на что-то такое нетрадиционное для данного места жительства, что ее мать не смогла ей передать информацию о этих продуктах питания. То есть мать, живя в каких-то условиях, формирует потомство жить в этих условиях. И приобретение вот таких вот, я не знаю, там апельсинов, мандаринов, каких-то там шоколадов, которых там не было никогда традиционно, оно вызывает появление аллергии. Эти антитела, обуславивающие аллергию, ходят в самой матери, переходят в потомство, и этот потомок родится предрасположенный к аллергическим заболеваниям. Все заболевания, которые связаны с иммунологией, передаются по материнской линии. Мать с дефектной иммунной системой, с иммунными заболеваниями, формируют дефектную иммунную систему ребенка и плохую реакцию иммунной системы. Вот это вот связь внешней среды с внутренним миром, с иммунной системой, когда информация излишняя мира передается в поколение. Поэтому иммунологические заболевания, типа аллергии, рака, передаются по женской линии. Если у кого-то болеет ребенок раком, скорее всего этим болеет мать. Мать болеет, потому что этим болела бабушка. Бабушка болеет, потому что болела прабабушка. То есть недостатки здоровья передаются по материнской линии. Отец на это практически не влияет. Влияет через то материнские коляна, которые были у него, и он свою ДНК приносит. Это уже вторичный. Это вторичный. Там усиливается вот этот вот врожденный иммунитет, но не адаптивный. Но не материнский. Материнский нам дается от матери на всю жизнь. И он потихоньку снижается, снижается, снижается. Я очень хотел бы полезно вставить следующий вопрос. У каждой территории есть свое конкретное информационное функциональное наделение. Родилась девочка. Она все обрела, стала матерью. Она обрела все. Она обрела особенность своей иммунной системы, прицепленной к своей географии. Миграция каким-то образом инактно потом влияет на процессы коррекции ее иммунитета, чтобы она на обезьянью пищу перешла. Бананы, апельсины. До этого ела картошку и капусту белорусскую. Потенциальной угрозой является, как вы говорите, обезьянья пища. У нее в Тамбовской области эти бананы не росли. Вот я. Время есть, да? И переехав туда, она склонна подцепить аллергию на эти продукты питания. Но если иммунная система достаточно сильная, ну, я не знаю, там, такая мать что-ли, бревна носит, и там, зимой не носит. Которая там лошадь. Русская баба там. То у нее в запасе какая-то такая мощная иммунная система, которую передала ее мать. И она этой девочке дала вот такую сильную иммунную систему, которая может и не среагировать на бананы. То есть какой-то запас есть на 1, 2, 3 поколения. И может не среагировать на это чужеродные пищевые бактерии. Но если это, как в русских пословициях говорят, от плохого семени не жди хорошего племени, если там иммунная система еле-еле, если мать там все время сопли, поступает, и там у нее недостаточная иммунная система, то у таких людей аллергия и всякие иммунные заболевания развиваются гораздо чаще. Поэтому я на этих примерах показываю вот эту связь информационной внешней среды с внутренней средой человека и животных. И эта связь настолько сильна, что это может довести, ну скажем, аллергии до смерти, там всякие эти отеки, квинки, удушья, если не откачалась скорая комната, что человек умирает. То есть это настолько может быть драматично. Или там легкая форма аллергии, когда там сопли пошли, там слезы потекли, или там человек умирает. Происходит это вот по таким вот делам. Иммунитет, он формируется тремя видами клеток. Существуют иммунокомпетентные клетки, в первую очередь я ставлю макрофаги. Это макрофаги, которые различают, кто свой, кто чужой. Это клетка, которая способна это делать. Две другие клетки, они, в общем-то, равнозначны. Это лейпоциты, Т и Б лейпоциты, которые, первые синтезируют рецепторы на клетках, которые ищут врага, а вторые вырабатывают антитела, которые работают с теми антигенами, против которых они направлены. И существуют гуморальные факторы. Это антитела. Они класса ИГА, ИГД, ИГЕ, ИГЖ, ИГМ. Два из них последних, ИГЖ и ИГМ, они способны взаимодействовать с комплиментом. Комплимент, комплимент, это такой белок в крови, который существует в виде разобранных субъединиц. И когда эти антитела к чему-то прилипают, комплимент на них собирается и уничтожает ту клетку, на которую эти антитела собрались. И если, не дай бог, эти антитела направлены против собственности тканей, вот тут возникает автоиммунная агрессия. Комплимент, он не разбирается. Своё чужое уже бестолковое. Он уничтожает там, где есть ИГМ и ИГЖ. Вот этот комплимент, основной фактор иммунной системы защиты в организме. Иммунитет. Распознавание своего чужого. Вот тут всякие клетки печени, почек, там они разным цветом показаны. И вот, господи, где-то мышка, а вот она. И вот есть клетки. Вот макрофакт. Вот тейболимфоцит. Вот они, два стейболимфоцит. Макрофакт распознал вот этого чужака. То есть макрофакт – это особая конструкция белка. Нет, это клетка. Клетки, да. Да, с особыми функциями. Вот он распознал, что это чужак. И эту информацию о чужаке, вот он держит в руках типа фотографии. То есть он обладает способностью удерживать контроль, автономно. Да. И он дает информацию тейболимфоцит. Те, в свою очередь, вот макрофакт показывает этот тейболимфоцит. Они вон с ножами. Они непосредственно клетка с клеткой взаимодействуют, друг другу не чужают. Вот он им всем дал эту информацию. Этот же макрофакт дает информацию о тейболимфоцитах. Ну, которые вон лук имеют, и эти стрелы, антибела, они там посылают, находясь далеко от самого этого антигена. Вот тут показывает специфичность иммунных реакций. Вот эти тейболимфоциты, вот они этого чужака режут. Они непосредственно клетки уничтожают, чужие вражеские клетки. Они настолько специфичны, что такого же врага, но немножко другого. Они не трогают. Потому что у них нет информации. Ну, тут ворон-ворон. Нет, нет. У этого, вот видите, на голове фотографии с зеленым человечком. Информация о зеленом. У этого есть информация о зеленом чужаке, но нет информации о красном. Поэтому он с ним дружим прикуривать дает, там, парит, живи, я тебя не трогаю. Тейболимфоциты начинают послать антитела против тех чужаков, у которых они имеют вот такую же фотографию. Вот зеленого они поражают, потому что они эту информацию имеют. А красного они опять не трогают. Вот здесь на рисунке показываем комплимент. Вот в виде собаки, не собаки, бог знает, чего, вот там. Он грызет этого зеленого, потому что он мечен антителами. Там, где этих антител нет, макрофакт его не кушает. Он не понимает, что это чужое. У него нет наведения. Это как Ви в этом фильме. Если ему веки подняли, он видит, на кого обрушиваться. Вот этими вот веками или там спичками, которые веки поднимают, это являются вот эти антитела. Любая клетка, меченая антителами, подвергается разрушению комплимента. Он не различает, своя эта клетка, чужая клетка. Автоиммунные заболевания возникают и по этой причине. Но и иммунные разборки, иммунные разрушения клеток происходят при помощи комплимента. Вот здесь элекциональная фотография раковой клетки. Вот это, что распластанная, не эта темная клетка целая осталась, а вот эта распластанная. То, что сделал комплимент с клеткой. Она выкинулась. То есть конструктивная, она уже разрушена. Она есть, но она уже не выкинулась. Ее нет, только шкурка от нее осталась. Вот этой раковой клетки. Ну тут описывается, какие антитела бывают. ИГА, ИГД. И здесь вот на этой табличке показано, что наиболее в организме представлены ИГЖ иммуноглобулины, а также ИГА. Если ИГЖ изучаются иммунологами, и о них достаточно много знают, то ИГА достаточно скромно освещены в науке. И еще их роль до конца не выяснилась. А все вот эти ИГД, ИГЕ, которые участвуют в проявлении аллергических реакций, их очень много, их очень мало в сыворотке крови, и они тоже очень плохо изучены. Но они принимают участие в некоторых специфических реакциях. Допустим, аллергии. Ну антитело из себя представляет белок, у которого есть вот этот кусок, так называемый ФЦ-фрагмент, а есть вот эти фрагменты ФАБ-1, ФАБ-2. Вот эти куски прилипают к антигену. К вот этому куску садится комплимент. Если они прилипли, комплимент сюда садится и разрушает то, к чему прилипло это антитело. Своё, чужое ему безразлично. Теперь особенности. Сегодня антител, допустим, против укуса змеи у человека не было. Его змея укусила сегодня, завтра эти тела появятся. И как это ни странно звучит, эти антитела являются чужими для организма, хотя они синтезированы с собственным организмом. Но они чужие, их вчера не было. Поэтому иммунная система, своя иммунная система обрушивается на них. И если возвратиться к вот этому рисунку, то вот эта часть, вот эта часть, она константная, она одинаковая у любого организма. А вот эти части, которые взаимодействуют с антигеном, они вариабельны. Они меняются от того, с каким... Это так уложено? Это законно. Или так уложено так, да? Да, это такой закон иммунная система, что вот эти концы меняются в зависимости от того, с каком антигеном они направлены. Если это направлено к яду против змеи, то они будут работать только с ядом змеи. Если это направлено против какого-нибудь вируса, то они работают только с вирусом. И это антитело на вирус не пойдет. То есть вся конструкция этой части, она по сути дела, как бы продукт финального прогресса, от чего бодаться нет? Грубо говоря, это элемент распознавания чужого. Чего-то чужого. Да, чужого. На него направлено это антитело. Но вот этот кусок большой, он одинаковый, он не меняется. Поэтому он не иммуногенный. То есть он как информационный блок? Ну, как каркас, как носитель. И иммунный ответ вырабатывается только на эти фрагменты, на эти концы, на этот конец и на этот конец. И вот тут вот я показываю, что иммунная система обрушивается на антитела, которые возникли, которых вчера не было. И они рассматривают, если это свое антитело, то вот этот фрагмент, вот этот большой, их не интересует. Их интересуют только вот эти вот кончики, которые были чужими. И вот они на них вырабатывают антиантитела. Так называемые антиидиотипические антитела. А если это чужое антитело, то вырабатываются антитела ко всему, ко всей молекулы антитела. Но они уже антиидиотипическими не являются. Потом у антител есть такая вот способность, которая называется специфичность. Вот антитело, направленное по какому-то элементу этого антигена, вот скажем, к этому глазу или чему-то, оно не будет соответствовать его хвосту. Оно будет липнуть только к глазу. А то, которое к хвосту по форме вот этого участка не соответствует глазу. Оно не может там прилепить. То есть, если этот антиген, этот враг имеет несколько участков, которые вызывают синтез антитела, то он получит несколько мест, куда приседут эти антитела, придет комплимент и гарантированно его уничтожит. И крыльгольным звеном моего представления взаимодействия является то, что, если мы рассматриваем московское, надо дай муха. Собянин находится. Сегодня же воскресенье. Может быть, Чубайс с технологиями снимает фотографии и записывает. Он уже умопомрачен. Только хамье осталось. Если мы видим молекулу антигена, то на ее поверхности располагаются радикалы аминокислот, которые на себе имеют отрицательный заряд, гидрофобный, эти самые гидрофобные, положительные заряды. То есть, антиген из себя представляет какую-то электростатическую картину. А антитело к нему является электростатическим антиподом. Там, где есть положительный радикал, где есть положительный радикал, против него обязательно будет отрицательный. Там, где есть отрицательный радикал, там будет положительный. Там, где гидрофобный, будет гидрофобный. то есть происходит электростатическая компенсация зарядов. И вот эта электростатическая компенсация зарядов... То есть это уже уровень полевого контакта? Да. И вот эта электростатическая компенсация определяет сродство. Чем больше совпадение зарядов, тем крепче. Тем сцепление. Да, сцепление сильное. Это называется специфичность антитела. Чем более взаимодействует... А чем больше сцепление, тогда иммунная система начинает работать. Да, приходят комплименты, все это начинает уничтожать. Вот, если рассматривать аминокислотную спираль, вот она, эта спираль, и сделать ось обращения ее, и, грубо говоря, натянуть на нее бумагу, на этой бумаге обозначить, где стоят радикалы аминокислот, то мы получаем такую вот цилиндрическую развертку вот этой вот пептида, вот этой вот спирали. И мы видим, что они не хаотично лежат, а они лежат по определенному закону, который определяется шагом, спиралью, расстоянием между... То есть, в двухмерности это будет выглядеть только в развертке. Да. И из-за того, что эти аминокислоты разные, кто-то положительно заряжен, кто-то отрицательный, то вот эта картина, как узбекский ковер, никогда не повторяется на других белках. Тут возникает специфичность антигена, его вот портрет. И вот на этот портрет, вот так вот, как я уже показывал, вырабатываются антитела. И вот то, что я говорил, вот полная комплементарность, когда заряды соответствуют антигену и противоположные аминокислоты. Вот неполное соответствие, а вот абсолютное соответствие и взаимодействие. Вот я проводил работы по переносу иммунологической информации с вариабельных концов антител на другие антитела. То есть я брал антиген, вот он синим показан, который называется HBS-антиген, это поверхностный ген гепатита B. Он вкололся кролику, кролик вырабатывал антитела против этого гепатита. Обратите внимание на, что вот это красное, это положительно заряженное, синее это 30. Тут комплементарность зарядов. Тот закон, который, в общем-то, я вычислил. Если мы вот это вот антитело, вот оно синим, вот оно... То есть, если минимум совпадений есть? Нет-нет, я просто беру вот это антитело с ее картиной распределения зарядов и увожу следующего кролика. Я получаю анти-антитело. Антитело против антитела. У которого распределение зарядов, если вы посмотрите, аналогично антигену. Вот он, красный. То есть, вы выражаете уже последовательную модель формирования анти-антител. Можете это делать? Да. Я показываю возможность переноса информации на антитела. И вот смотрите, что получается. Что каждое нечетное антитело проявляет свойства антитела против антигена. Такое же нечетное число. Вот третий кролик. Он вырабатывает такие же антитела, хотя с антигеном уже не встречался. Он только берет информацию с антитела. Пятый кролик. Вырабатывает такие же антитела, которые способны задействовать с антигеном. Четные антитела вырабатывают анти-антитела, которые помогают существовать антигену. Они не дают выздоравливать. Они стоят в окопе антигена. Они помощники антигена. Поэтому в организме существует такое понятие. Есть антитела-хелперы, которые позволяют выздороветь. Есть антитела-супрессоры, которые угнетают выздоровление. Первые хелперы обозначаются CD4, вторые супрессоры обозначаются CD8. Соотношение между ними, математическое, это где-то полтора к одному. Это норма. Что, скажем, на 15 антител, которые стремятся, чтобы мы выздоровели, находятся 10 антител, которые мешают нам выздоравливать. И если мы в этот момент туда введем антитела, которые помогают выздоравливать, например, сыворотки, вакцины, то выздоровление мы усилим и получим выздоровление. Но если тот клон, который является четным антителом, по каким-то причинам получает преимущество, то мы получаем смерть пациента, животного. То есть гибель иммунной системы угробила самого себя. Что из этого получается? Из этого получается то, что вот эти вот антитела, которые несут на себе информацию об антигенах, и никогда не являлись антигеном, могут использоваться как индукторы иммунного ответа против особо опасных инфекций, типа Эбола, там чего-то, с чем лучше не прикасаться. Где-то там кто-то выработал антитела, а антитела по себе безопасны, и с ними можно работать уже получая вакцину. Это работа, ну скажем, 1976 года. Тогда такого понятия как антиидиотипические вакцины не существовало. Сейчас этот принцип выражен в таком понятии как антиидиотипические вакцины. Ну вот, так сложилась история. Вот я показываю, что как только антиген попадает в организм, вот в этой точке, начинается выработка антител. И она достигает максимум на седьмой день. Если мы будем пока красную линию смотреть, то происходит какое-то падение антител, и потом они свой максимум достигают уже на двадцать первых, что ли там, какой-то день. То есть, вы берете цикл семь-суточный? То есть, там есть цикл семисуточный. Угу. Почему они падают, вот эти антитела? А почему вы не задумывались, почему семь? Не знаю, не задумывался. Вот честно, не задумывался. Просто на практике. Да, это на практике. И более того, в литературе ссылка на это явление есть. Потому что на седьмой день появляются вот эти анти-антитела. Они мешают иммунному ответу, и они снижают вот эту концентрацию антител, которые выздоравливают, ведут к выздоровлению. И вот это вот колебание, вот эта цикличность семидневная, приводит к тому, что иммунный ответ затихает, затихает, и мы выздоровели. Нет у нас антител против какой-то болезни. С аллергиями происходит наоборот. Антитела против аллергии. Антитела против аллергии. Но нарастают антитела за аллергию. И они настолько угнетают. То есть у вас тут получается семисуточный цикл смещения вообще? И даже не сил. Да. И вот мы получаем энергию. Сильно развитый ответ иммунный, который вызывает потолок. Когда защита упала. Да. А это в победе. Это все теоретически предсказал вот этот человек. как принято. Такая ерна. И вот теория так называемых, это ведь бои господи, теория сетей. Он говорил о том, что в организме присутствуют сети. Сети антитела и сети антиантитела. Экспериментально он это не показал. Я это показал экспериментально. Вот на этих крылах. Ну, он-то еще известен как системщик по выявлению закономерности мини-максных процессов. Я по тем временам, в 79-й год, знать не знал этого герна. Я не знал иммунологии. Я вот в силу своей межсамодеятельности делал эксперименты, которые вытекали из моей теории. И когда я сделал вот эту работу, то я по детской наивности взял и послал эту работу в Государственный комитет по делам открытия изобретений при сети министров СССР. По простоте. Да. У меня там внизу, дальше я покажу, были документы, фитансы, какое число я послал. Там текст этого заявки открыт. Госкомитет мне ответил, да, это все интересно. Мы вашу заявку переслали в Ленинградский институт вакцины ССР. Там, в институте вакцины ССР, так сказали, ребята, вы использовали старые методы. Сейчас на дворе молекулярная биология. Вот это все покажите в свете молекулярной биологии. Я им написал ответ. «Давайте говорить о том, что я вот выкопал яму. Она три метра длиной, полтора метра шириной, два метра глубиной. Давайте говорить о яме, а не о том, как я выкопал лопатой или экскаватором. Речь идет о яме. Зачем вы мне говорите о том, что я не теми методами эту яму выкопал?» Ну и пока вот это бодание шло, оно шло три года. «Это какой год был?» «Это 79-й...» «Это Лукьянов тогда, видимо, там...» «Я не знаю, кого...» «Глава...» «У меня эти документы есть, если надо будет, это можно поднять». «Нет, ну если вы на него нарвались, это всё». «Ну, короче говоря, они исходили из заключения Ленинградского института вакцины сывороток, что это доказано современными методами, поэтому это может подвергаться сомнению. Вот такой вот ответ. Ну и теперь немножко оставим эту тему и поговорим о том, как используются антиизотипические антитела для восстановления противоопухолевой иммунитета. Вот нормальная клеточная поверхность. Вот эта картонка. Что тут ведь не ловится эта? Стрелка. Вот это вот нормальная клетка. Вот эта клетка ненормальная. У неё вот этих вот красных компонентов гораздо больше, чем на этой клетке. «Побогаче ими». «Да». Я всегда говорил о том, что если иммунологи и онкологи говорят о том, что существует 300 видов рака и его разновидностей, то для меня важно то, что все раки объединяет один признак – это повышенная скорость деления. Нормальная клетка делится очень редко. Такой учёный Хемприк сказал, что за жизнь человека она делится всего 50 раз. То есть большинство наших клеток крайне слабо делятся. Хорошо делятся. «Заложенные тут». «Да, там хорошо делятся клетки крови, эпидермис кожи, слизистая кишечника. Они, да, они делятся. Но они всё время в любом случае делятся хуже, чем делится раковая клетка. Раковая клетка, грубо говоря, удваивается за 24 часа, может чуть больше. Поэтому биомасса её очень быстро нарастает. Поэтому рецепторы, которые она выдвигает, раковая клетка, на поверхность необходимую для деления, вот они красно показаны, на нормальной клетке таких рецепторов или нет, или их крайне мало, а на раковых их много. Вот они показаны красными структурами. На эти структуры приходит так называемый АФП – это альфа-фета-протеин. Этот АФП нагрожен полиненасыщенными жирными кислотами. Полиненасыщенные жирные кислоты – это те кирпичики, из которых вот эта вот складывается клеточная поверхность. Если нет полиненасыщенных жирных кислот, клеточная поверхность не складывается, не образуется. И когда генетики говорят или молекулярные биологи, клетка разделилась, они не понимают до конца механизм деления клетки. Они понимают только там развоение ДНК, там вот такая вещь. Но один важнейший момент они упускают, что для того, чтобы образовалась дочерняя клетка, из одной клетки две, у нее должно быть накоплено полиненасыщенный жирный кислот настолько много, чтобы хватило на образование клетки второй клетки. Поэтому пока она не наберет этого количества полиненасыщенных жирных кислот, она не разделится. Как только она вот это набрала, происходит деление и образование двух клеток. Молекулярные биологи это не понимают. На это они не обращают внимание, у них этого в голове нет. Чем это важно? Что если вот этот вот чертов АТП приносит полиненасыщенные жирные кислоты на раковую клетку, то этих рецепторов должно быть очень много, вот этих красных частиц, куда будет очень много садиться этого АТП протеина, куда он будет сгружать полиненасыщенные кислоты, где она будет пытаться строить одежды для второй клетки, то заблокировав этот механизм донесения строительного материала, мы можем заблокировать деление клетки, остановить его каким-то образом. Это делается так, что против вот этого альфа-фетопротеина, нагруженного полиненасыщенными жирными кислотами, вырабатываются антитела первого порядка, антитела против альфа-фетопротеина. Вот эти антитела. Потом эти антитела против альфа-фетопротеина вводятся в какое-то там животное, лучше эволюционно отдаленное, там черепахи какие-нибудь или что-то, чтобы на них выразилось анти-антитело против альфа-фетопротеина. Как вы уже знаете, что вот четное антитело, оно вырабатывает, проявляет свойства антигена. она не является антигеном, она не является элементом клеточной поверхности, но информацию она себе несет как о клеточной поверхности. И эти антитела начинают взаимодействовать с рецепторами, которые находятся на клетке, не давая потом сюда приходить альфа-фетопротеина. Первый эффект этого препарата это торможение и доставки альфа-фетопротеина. Потом сюда приходит комплимент, вот он желтый, альфа-фетопротеина и клетка у них стражается. Это механизм действия антитипических антител. Ну, тут вот показан механизм на эти вот структуры, красные вырабатываются с антитела. Потом к этим антителам приходит комплимент. Если ты их антител много, то он там собирается с антитела отдельные, как на обычной здоровой клетке, то там комплименты собирается. И происходит перфорация клеточных мембран. Содержимое клетки вытекает и видели электронный микроскоп, как она гибнет. Особенностью всего этого дела является то, что синтез вот этих вот антител, рецепторов внутри клетки в районе там ядра он длится доли секунды. А выход на поверхность занимает целые часы. и существует такой момент времени, когда на поверхности клеток имеется клеточный рецептор и антитела, которые еще не успели отделиться. То вот на них обрушаются антиантитела и уничтожает склон этих клеток. и можно этим регулировать, какие антитела вы хотите. И запасы времени, по сути дела, имеются. Да. Какие антитела вы можете или хотите, чтобы синтезировались, а какие вы угнетаете, чтобы они не синтезировались. Вы можете угробить живой организм, вызывая, позволяя CD8 ингибиторы возникать. И можете усилить выздоровление, вызывая CD4. Вот на практике это чашки Петрии с легкими крыс. Тут маленькое увеличение, но вот эти желтые компоненты это контроль. Есть такая опухоль в НИИ онкологии и радиологии Казахстана, которые не гордятся, называется АФАЯ. Это аффинитетная опухоль яичников крысы, которая трупно или имеет сердство к легким. Она, когда ее вводишь, она идет в легкие, и там образуют опухоли, клоны клеток в опухоли. Вот стопроцентное поражение в контроле рака легких. У 10 крыс берется, вот все легкие, пронизаны этими опухолями. Вот тут вот действие вот этого препарата для внутриверного введения. Здесь примерно 60% легких свободны от опухолей, процентов 40 не свободны. Здесь легочные проблемы, нет? Нет, не легочные. Дело в том, что это очень устойчивое к онкологическим, противоонкологическим препаратам опухоли, которые невозможно убить ни радиацией, ни любыми химиотерапиями. Она очень устойчивая. И вот здесь этот препарат в некоторых случаях не срабатывает до конца. Он стопроцентного выздоровления крысе не дает. Но когда мы это добавили, изучили причину, то оказалось, что у крыс мало комплиментов от того, который приходит и убивает. Когда мы стали добавлять комплимент вместе с этим препаратом, то мы получили практически стопроцентное излечение. Ну, 95%. И мы рекомендовали, уже когда было клиническое испытание на человеке, вести лечение онкологических больных с учетом уровня комплимента, при его активности и добавлении экзогенного комплимента в виде свежезамороженной плазмы. Тут вот речь идет об индуцированных опухолях. И многие онкологи говорили, ну, индуцированные опухоли, это не совсем те опухоли. Вы покажите это на спонтанных, которые сами возникают. Вот собака, верно, 12 лет. У нее две опухоли. Вот опухоль молочной железы и опухоль стенки влагалища. Вот опухоль стенки влагалища исчезла где-то там, я не знаю, сейчас уже не помню, на 10-й, на 15-й день практически исчезла эта опухоль. А опухоль молочной железы уменьшилась на 30%. Но она была такой медулярной формы, она как кость была вот такая вот, плотная вот, мясо, не мясо, кости, кости, вот такое содержание. Ну уже коллоидную форму. Да, но она уменьшилась на 30%. То есть этот препарат работает и с индуцированной опухоли. То есть вот у людей часто бывает уже с возрастом там, всякие вот эти вот приросты коллоидного характера, они могут... Этот препарат эти вещи... Ну, теперь об иммунитете, о чем речь. Ну, чтобы это еще не читать, я объясню, что иммунитет можно рассматривать как апельсин, который состоит из отдельных долек. Вот эти дольки, апельсины. И каждая долька отвечает за свою болезнь. Эта долька связана с иммунными процессами, с гриппом, другая с гепатитом, третий там с чем-то, ангеной или там... Они независимы друг от друга. Свои антитела, свои антигены, там свой мир, все... Они независимы. Кроме двух факторов. Везде должны присутствовать макрофаги, чтобы они разрутили кто-то, кто-то чужой. И везде должны присутствовать комплименты. Без комплимента иммунных реакций не заканчиваются. Так вот, если представить, что этот апельсин с его дольками иммунная система, то таких долек в апельсине иммунной системы может быть миллионы. Потому что какие только процессы, что там не происходит... У каждого, у каждой дольки своя задача. Если вот этот вот апельсин поместить в ракомогенизатор, в блендер и раздробить его в кашу, эту кашу равномерно по организму, то это будет такая механистическая модель иммунной системы, что каждая крупинка, каждая эта самая, может отвечать за иммунные процессы в данной точке организма. Ну вот она работает против гриппа. Чёрт его знает, где этот вирус гриппа болтается по кроли. Он же болтается... По всему организму, конечно. Да, прежде чем он на слизистые легких там или... Видите, вы как материалист уже ушли в другую область, так? Поэтому... И не материальную. Вот эта вот суспензия, ну, образно, она распределена иммунной системой по всему организму. В любом месте она срабатывает и она будет работать. В этом суть иммунной защиты. Что нет места, которое там иммунная система не проявляется. В любом месте живого организма там проявляется иммунная система.